Продолжение следует... А его сподвижники расселись вокруг него. И они сидели так, как будто на головах у них были птицы, боя шелохнуться. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, когда верующий раб покидает этот мир и направляется в будущую жизнь, к нему спускаются с небес ангелы с белыми лицами, подобными солнцу. С собой они приносят саван. И бальзам из рая. Они садятся на расстоянии взора от него. Это бывает у мусульмане. Когда душа выходит на встречу со своим Творцом, когда человек находится при смерти, его душа вот-вот покинет тело. Ей позволил это сделать Всевышний Аллах. Это последние вздохи в этом мире. И он видит тех, кто находится с ним. Аллах знает, когда душа покинет тело, а сам умирающий этого не знает. Аллах описал это состояние, сказав, а когда душа подступает к горлу, и вы смотрите на умирающего, мы находимся ближе вас к нему, хотя вы не видите этого. Почему же вы, если вы действительно не получите воздаяние, не вернете ее, если вы говорите правду? Эти ангелы садятся от него на расстоянии взора. Потом приходит ангел смерти, мир ему, садится около его головы и говорит, «О, благая душа, ты жила в благом теле, выходи к милости и довольству Аллаха». Ты благая душа, ведь ты не была привязана к запрещенным музыкальным инструментам, к прелюбодеянию и мерзостям, ни о ком не распространяла сплетни и не злословила, не побуждала своего хозяина совершать порицаемое. Ты душа благая, ты побуждала его к добру и указывала на него, ты увещевала его от совершения зла. Ты благая душа, и шайтан не преуспел ни одного дня в твоем совращении, когда подталкивал твое тело к греху. Ты была в благом теле, руки которого были замечены лишь в мольбе, молитве и милостыне, чей язык был замечен лишь в поминании, воспалении и возвеличивании Аллаха, чей взор был замечен лишь в дозволенном, а тело и ноги были замечены лишь в отправлении в дозволенные места, в мечети на джигад, в раздаче милостыни, помощи беднякам и другим благим делам. Ты благая душа, и тело твое было благим. В таком случае, как нужно обращаться с тобой? Ангел говорит, О, благая душа, ты была в благом теле, так выходи же к милости и довольству Аллаха. Пророк продолжил, и душа выходит из тела подобно капле, выливающейся из горлышка бурдюка. То есть выходит она так, как выливается капля из кожаного бурдюка. Когда ты переворачиваешь его, вся вода выходит за раз, и остается последняя капля на дне этого бурдюка. И она начинает стекать очень медленно, без труда и напористости, пока не достигает горлышка сосуда, и тогда она покидает его. Пророк, да пребудет над ним благословение, и мир сказал, выходит душа верующего легко и непринужденно. Она словно радуется тому спокойствию и милости и наслаждениям, которые ждут ее после смерти, и тому, что Господь доволен, а не гневается на нее. Пророк продолжил, душа выходит подобно капле из горлышка бурдюка, и ее принимает ангел смерти. Если он возьмет ее, то не оставляет у себя в руках ни на мгновение. Ангелы милости, которые спустились с саваном из рая и райским бальзамом, одеждой и благовониями из рая, они не допускают, чтобы эта благая душа находилась в руках ангела смерти даже мгновения. Пророк продолжает, он не оставляет ее у себя в руках ни на мгновение. Они берут ее у него, оборачивают в этот саван и умощают ее этими благовониями. Она была благой в этой жизни, в благих делах, в благой дозволенной еде, в благих словах и благовониях, которые она получала при посещении мечети, джихаде на пути Аллаха, призыве к одобряемому, запрещении порицаемого и несении духа ислама, душа которой заслужила уважение и почет, он сказал. Они берут ее у него, облачают в этот саван и умощают благовониями и возносятся с ней. Когда душа возносится, оторвавшись от своего тела, когда домочадцы рыдают, делится имущество, взоры отвращаются, и семья умершего начинает понимать, что он умер перед ними. В это время его душа покинула тело и возносится с ангелами на небеса. Его родственники начинают готовить тело к погребению, омывают его, заворачивают его в саван, оповещают людей о его смерти, чтобы они собрались на молитву над ним. Однако они не знают о том, что происходит с душой, но Аллах знает об этом. Ангелы поднимают ее в небеса и достигают первого неба. Они просят открыть врата небес. Ангелы небес обращаются к ним и спрашивают, кто это? Кого нас просят пропустить ангелы? Не каждой душе открываются небесные врата. Кто это? Ангелы, которые несут его в этом прекрасном саване, с таким прекрасным запахом, отвечают, это душа такого-то, сына такого-то, и называют его самыми прекрасными именами, которыми его называли при жизни. Пророк да благословит его Аллах приветствует, сказал, и они открывают ему, потом они поднимаются ко второму небу, направляясь к Господу всех творений. Они поднимутся ко второму небу и попросят открыть врата. У них спросят, кто это? Ангелы ответят, какой-то сын такого-то, и будут называть его самыми прекрасными именами, которыми называли его при жизни, и откроют им врата. Праведный человек, которого знают ангелы небес, которые рады встрече с ним и распахивают перед ним врата небес. Его поминают благом, его почитают на земле и любят на небесах. Он сказал, они открывают ему, и они поднимаются с ним до третьего неба, потом до четвертого, потом до пятого, и так до седьмого неба. Везде, где они просят открыть врата, им открывают. Потом Всевышний Аллах говорит, «Верните моего раба, я постелю ему постель из рая, верните его в землю, ведь из нее я создал их, в нее верну, и из нее выведу в следующий раз». Потом душа возвращается в тело, когда оно будет похоронено в землю. Потом к нему придут два ангела, усадят его, и зададут три вопроса, «Кто твой Господь?» Он ответит, «Мой Господь – Аллах!» «Какова твоя религия?» «Моя религия – Ислам!» «Кто тот человек, который был послан к вам?» Он ответит, «Этот человек, мой пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует». Они снова спросят его, «Откуда ты узнал это?» «Кто рассказал тебе об этом?» «Кто научил?» «Может, это слова, которые ты заучил, и они не оказывали никакого влияния на твою жизнь?» «Ты не практиковал этого в действительности». «Кто научил тебя?» Он ответит, «Я читал книгу Аллаха, познал ее и понял». Ангелы скажут ему, проявляя к нему милость и доброту, выбирая наилучшие фразы для разговора с ним. «Покойся с миром!» И Аллах произнесет, «Мой раб сказал правду». И вправду! Мой раб был праведен в мирской жизни. Он сказал правду. «Постелите ему из рая!» «Накормите его из рая!» «Откройте ему дверь в рай!» Чтобы ему доходил его запах и благовоние. Пусть он смотрит на свое место в раю. Он скажет, «Господи, пусть наступит судный день, чтобы я вернулся к своей семье и имуществу. О, Господь, я уже в раю, и это мое место. Меня там ждет семья и мое имущество. Оно ожидает меня. Это мой дворец. Мои жены. Это моя река. Это мое наслаждение. О, Господи, пусть наступит судный день. Пусть настанет судный день, чтобы я вернулся к своей семье и имуществу». Пророк, да благословит его, Аллах приветствует, продолжил. «Потом к нему придет мужчина с прекрасным лицом, приятным запахом. Он придет к нему после того, как его могила будет расширена и станет просторной на расстоянии взора. Этот приятный человек сядет рядом с ним и скажет, «Радуйся тому, что тебе понравится». Он скажет, «Кто ты? Твое лицо? Лицо человека, который пришел с благом. Твоя улыбка, приветливость, красота, благой разговор. От всего этого веет благом. Кто ты? Твое лицо человека, который пришел с благом». Он ответит, «Я твои праведные дела». Я не чушь тебе. Я твоя молитва, когда другие люди спали. Я твой пост в знойный день. Я твоя милостыня, тогда, когда люди были скупы. Я твое стремление в мечеть в полуденный зной. Я твой земной поклон перед Аллахом. Я. Разве ты меня не знаешь? Я твой призыв к одобряемому и твое запрещение порицаемого. Ты думаешь, что все это пропало напрасно? Я твое почтение к родителям. Я твое испытание, которое постигло тебя. Я твой джигад на пути Аллаха. Я твое чтение Корана. Я твоя забота и воспитание своих детей. Я твое напоминание детям. Учи Коран, совершай молитву. Я твое побуждение своей жены и дочери носить хиджаб. Я твой призыв к Аллаху. Я твоя помощь религии. Я не чужой тебе. Я не вырос из земли и не спустился с небес. Я не камень, который превратился в мужчину. Нет. Всю свою жизнь ты создавал меня. Собирал. Я твои благие дела. Я твои благие дела. Человек не перестанет повторять. О, Господи, пусть наступит судный день. Господи, я не боюсь дуновения в рог, потому что ты успокоил меня. Я не боюсь встречи с тобой. Наоборот, я рад ей. Господи, пусть наступит судный день. Поторопись с ним. Пусть наступит судный день, чтобы я вернулся к своей семье и имуществу. Потом пророк, да пребудет над ним мир и благословение, сказал, а то, что касается грешного раба или неверующего, когда к нему приближается смерть, спускаются ангелы с небес. У них черные лица и с ними кусок ткани из ада. Это самое грубое, неприятное, что можно одеть. Как будто одежда наполнена колючками. Они садятся от него на расстоянии взора. Они не окажут ему чести ни приближением, ни взглядом в его сторону. Потом придет ангел смерти и скажет, «О скверная душа! Ты жила в скверном теле. Твоя нога не знала мечети. Твои руки знали лишь прикосновение к соблазнительным и порочным женщинам, поднятие бокалов вина, занятие развратом, написание запретного. Какова же эта рука и нога? Какое есть благо в этом теле, если оно занимается лишь ослушанием и сопротивлением религии, чнит препятствия призыву и распространению блага? О скверная душа! Ты скверная душа! Ты наущала своему хозяину запретное, отвечая при этом шайтану. О скверная душа! Ты жила в скверном теле. Изыйди к гневу Аллаха. Изыйди к проклятию Аллаха и его гневу. Тогда его душа разойдется по всему телу. От страха она не будет знать, куда ей бежать. Спрятаться в правой ноге или в левой, или в руке, или в животе, или в голове. Его душа разойдется по телу, а он вырвет ее, как вырывают зазубренное железо из мокрого куска шерсти. Зазубренное железо — это кривой нож наподобие серпа. Как будто ты берешь его, обворачиваешь мокрой шерстью, потом вытаскиваешь этот нож, и шерсть разрывается. Пророк да благословит его Аллах приветствует, сказал, потом он вынимает ее, как вырывают зазубренное железо из мокрой шерсти. А когда он уже вынул, то не оставляет ее в руках ни на минуту, а отдает тем ангелам. Они заворачивают ее в тот кусок ткани из ада и возносятся с ней к небесам. Его семья рыдает по нему, имущество делится, его дети плачут на его груди. Люди чувствуют горе. А может быть, кто-то и радуется его смерти. Может быть, притесненный радуется смерти притеснившего его. Обиженный им радуется смерти своего обидчика. Может, тот, кому он навредил, а он не смог ответить ему, радуется смерти вредителя. При смерти некоторых людей трясется трон милостей, из-за любви к ним. По ним плачут мимбары мечетей, а другие люди умирают, и люди радуются их смерти. Он сказал, они поднимаются с ним и просят открыть для него небесные врата. Ангелы же спрашивают, кто это? Они отвечают, это такой-то сын такого-то. И они называют его самыми скверными именами, которыми его называли при жизни. Самое скверное имя, которым его называли ругаясь, дразня и ненавидя. Имя, которое он не желал слышать при жизни, будет упомянуто, когда ангелы будут представлять его. Ты не заслуживаешь уважения, ведь ты не уважал свое тело, хотя мог быть из числа молящихся, не уважал свою руку, хотя мог стать одним из дающих пожертвования. Ты не уважал свою душу, и тебя не уважают ангелы. Ты не даровал своей душе высокую степень, чтобы получить такую степень на небесах. И ему не будет открыто. Аллах скажет, запишите имя моего раба в книгу Сиджин и верните его на землю. А насчет верующего Аллах сказал, запишите моего раба в книгу Аль-Ли-Ин, а этого запишите в Сиджин и верните его на землю, ведь из нее я создал их, в нее верну и из нее выведу в следующий раз. И его душа вернется в тело. К нему придут два ангела и грубо усадят его. Они не будут трясти его слабо или жалостливо. Нет, к нему придут ангелы и грубо усадят его. Он начнется в ужасе. А они спросят его, кто твой Господь? Он ответит им, как будто он знал его при жизни, слышал его, и ему о нем говорили при жизни. Однако ему это не придет на ум. Он засомневается в этом из-за постигшего его ужаса. А я не знаю. Они спросят его, какова твоя религия? Какой религии придерживался ты? Вообще, кому ты поклонялся в этом мире? Был ли ты настоящим рабом Аллаху? Или же ты был рабом своего полового органа, рабом своего бокала, своего имущества, своего кресла, своего положения? Из-за этого ты убивал и притеснял людей. Какова твоя религия? На какой ты был религии? А он ответит, «Я не знаю!» Спросят, кто тот мужчина, который был послан к вам? Ты знаешь его? Его жизнеописание? Его нрав? Его сунны? Ты любишь его? Следуешь за ним? Защищаешь его? Знаешь ли ты описание? Читал ли ты о нем? Кто тот человек, который был послан к вам? А он ответит, «Я не знаю!» Тогда ангел ответит, «Ты не знал и не читал. Ты был в этой жизни потерянным и не читал ничего и не узнавал. Твоей заботой было лишь имущество и страсть, должность и кресло, твоя власть и трон. Это было твоим устремлением, а загробная жизнь осталась где-то под твоими ногами. Ты не знал и не читал». Пророк, да благословит его, Аллах и приветствует, продолжил. «Потом его ударят молотом, и если ударить им гору, она рассыплется, и он погрузится в землю на 70 локтей. Его могила станет настолько узкой, что перемешаются друг с другом его ребра. Аллах скажет, «Мой раб солгал, растелите для него огненные ложа, откройте для него врата в ад». И он почувствует адский жар и услышит наказание его обитателей и их крик. Потом к нему придет мужчина с отвратительным лицом и гнилым запахом. «Невозможно будет ни посмотреть на него, ни вынести его запах». Этот ужасный и зловонный человек скажет, «Я сообщу тебе нечто, что тебя огорчит. То, что ждет тебя, еще ужаснее, чем то, что ты видишь сегодня. Эти удары молотом пустяки. То, что твоя могила сжалась и твои ребра перемешались, ничего страшного. То, что ты видишь ад и свое место в аду, чувствуешь его жар, запах и мучения, это еще ничего. Тебя ждет то, что страшнее всего этого. Я сообщу тебе нечто, что тебя огорчит. Он посмотрит на этого мужчину, у которого ужасное лицо и от которого исходит гнилой запах и спросит, «Кто ты? Твое лицо человека, который приходит со злом. Тот человек ответит ему, «Я твои скверные дела. Я не чужой тебе». Это прелюбодеяние, представшее перед ним, его распивание спиртного, его пожирание людей имущества обманом, его притеснение слабых при первой же возможности, его ослушание родителей, распитие вина и то, что он просыпал намаз, убивал людей. Его суждение не тем, что не спасал Аллах. Это его молчание в побуждении к одобрямину и запрещении порицаемого. Это запретное, что он писал. Это его злословие и сплетни. Они все собрались вместе и готовы были стать горой, но стали мужчиной. Он скажет, «Я твои скверные дела». Он все время будет находиться с ним, и тот будет смотреть на его ужасное лицо и чувствовать этот отвратительный запах, претерпевать все это и говорить, «О Господи, пусть не наступит судный день!» «О Господь, пусть не наступит судный день!» «О Господь, пусть не наступит судный день!» Из-за того наказания, которое ждет его впереди.